Что касается проведенного мной исследования по данному конкретному объекту, который мне представил господин Зигурда Никита Борисович, я свои выводы, сделанные, подтверждаю, готов расписаться в любой инстанции, задачу заведомо ложных показаний. Мои выводы можно проверить, любой телевизионный канал, если они дадут оператору нелинейного видеомонтажа, они посмотрят. Можно проверить ход исследования научно обоснованного, потому что я применяю научные методы. Пожалуйста, любой человек, разбирающийся в цифровых технологиях, может проверить мое заключение. Я этого не боюсь. Именно в силу этого готов расписаться и подтвердить выводы. Если есть какие-то иные материалы, которые доказывают виновность Ефремова, я сделал анализ, сказал, да, был Ефремов. Но в данном случае, вот выводы по данному объекту таковые. Но вопрос-то в чем? Все материалы с 30 камер, на которых четко отображено, кто и где выходил, скрываются патчи. Вопрос. Ну пусть ответит на вопрос. И общественность, и суд, и следственные органы. Почему нет этих материалов? Почему они скрываются? А какие-то монтированные фейковые видео с айфонов, там кто-то что-то снял и начинают заявлять, что это доказательство. Ну так в суд приобщите. Почему же этот ролик Добровинского, он не заявил при общении в суд? Потому что он знает, что это монтаж. Поэтому он и не дает туда. Вот и все. Продолжение следует...